Спортивные страсти Но я начну уже по традиции с шахмат Начнем с того, что завершился Вот мы в прошлой передаче чисто шахматной Говорили, что проходит 50-й, я бы сказал, юбилейный фестиваль в Биле Где собрался вполне приличный состав И вот я считаю, что результат просто сенсационный Потому что победу в этом турнире Одержала чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу и Фань Она в 9 турах набрала 6,5 очков Опередив таких сильных гроссмейстеров, как Бакро, как Харикришна Бакро на втором месте у него 6 очков Харикришна на третьем месте 5,5 очков Пономарев, Леко, Георгиадис и Маразевич набрали по 5 очков Навара 4 очка, Ваганян 2 очка и Штудер 1 очко Как вы видите, состав очень-очень неплохой И, конечно, Хоу и Фань можно поздравить Насколько я помню, это ее первая победа в таком крупном мужском турнире В эти дни стартовал турнир в Сент-Луисе Вот здесь есть путаница, мне уже звонили, я попытаюсь сейчас объяснить Вы понимаете, вот то, что сейчас проходит в данный момент в Сент-Луисе Этот кубок Сингфилда Он является третьим этапом Grand Chess Tour Проводится с 31 по 12 августа в Сент-Луисе Вот этот этап, он идет по классическим шахматам Это 1 час 40 минут на 40 ходов 1 час до конца партии с добавлением 30 секунд на ход Начиная с первого, ну, все как положено в классических шахматах И вот первый тур состоялся вчера Был на редкость боевым Аронян победил, не помнящего Корякин выиграл У Свидлера Вашелаграф победил СО, ну вот тут как не вспомнить фразу Высоцкого Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз Вот посмотрите, полгода тому назад СО выигрывал один турнир за другим Был момент, что казалось, что это будет главный претендент на матч с Калсеном А вот вдруг результаты упали И СОП не очень удачно в последнее время выступает во всех этих турнирах Гранд Частур Значит, Каруана Карлсон Принципиальнейшая партия завершилась в ничью Анант Накамура также ничья Как видите, здесь состав просто сильнейший А вот дальше будет, когда будет играть Каспаров Почему-то все мне звонят и спрашивают, где Каспаров Ну мы с самого начала, и я говорил, и потом Леонид Бондарь, который выступал Заявил, что Каспаров будет играть только в быстрые шахматы и в Блиц И это уже будет четвертый этап Гранд Частур Тоже он будет проходить в Сент-Луисе С 13 по 17 августа Здесь уже 10 гроссмейстеров сыграют в один круг в Рапид И два круга в Блиц Так что, ну и как мы в тех предыдущих турнирах мы рассказывали В Рапиде за победу начисляется два очка За ничью – одно очко В Блице за победу – одно очко За ничью – полочка Так что, вот И вот там уже будет играть Каспаров В том турнире будет играть Каспарова, Ронян, Каруана, Накамура, Анант, Корякин, Непомнящий, Домингес, Навара и Ле Куанг Лием из Вьетнама Но этот турнир будет, повторяю еще раз попозже, с 13 по 17 августа Как раз когда закончится тот турнир Сингфилд Кубок, который проходит сейчас Вот о котором мы рассказывали Так что, кстати, победители тут и там получают и в одном, и во втором турнире 75 тысяч долларов Так что, есть смысл играть, есть за что бороться Ну, давайте теперь перейдем к другим новостям Хочу повторить телефон в студии 8474005200 Значит, ну, несколько слов о боксе Вчера, буквально вчера, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко Заявил, что он прерывает свою боксерскую карьеру и больше драться не будет То бишь, покидает большой спорт Ну, вы знаете, что Владимир Кличко великий боксер, что говорить Он дебютировал на профессиональном ринге в 96-м году После того, как он стал чемпионом Олимпийских игр здесь у нас в Соединенных Штатах Америки в Атланте И за свою карьеру он провел много боев Он выиграл 64 боя, 53 с них нокаутом К сожалению, 5 раз он покидал ринг проигравшим Ну, и вот, конечно же, в последних двух боях против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа Так что он становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Как вы знаете, здесь ряд версий в боксерском мире Так что, конечно, с одной стороны жаль С другой стороны, безусловно, мы видели последние два боя И абсолютно ясно стало, что Кличко, наверное, действительно надо уходить Ну, всему свое время Был момент, когда он был просто сильнее всех на ринге Сейчас уже наступает время других чемпионов, других боксеров Посмотрим, на Украине бокс очень популярен Там в этой же весовой категории есть у нас и усик Так что, может быть, он добьется таких же успехов Так что жизнь покажет Ну, дальше давайте посмотрим, что делается у нас в мире спорта Дальше Ну, в первую очередь давайте подведем итоги чемпионата мира По плаванию, который проходил в Будапеште И здесь я бы отметил такой факт, что для российской команды Наверное, это был, я считаю, что это был очень удачный чемпионат мира Потому что было в плавании Мы сейчас не берем синхронное плавание, прыжки в воду К ним мы вернемся Но именно в плавании российские спортсмены завоевали три золотых медалей Насколько я помню, в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Советские, российские пловцы не завоевывали никаких медалей Но здесь они все-таки отличились Три раза завоевали золото Естественно, одна из них была, это женщина Юлия Ефимова Она прекрасная плавчиха И она вообще на этом турнире завоевала медали всех достоинств И золото, и серебро, и бронза Так что выступила достаточно удачно Тут я бы сказал, что... Да, у нас есть звонок, давайте послушаем Алло, добрый день Если можно, вот когда вы говорите о наших Расскажите, пожалуйста, как выступили наши американские пловцы А не их, российские, украинские и так далее Потому что я думаю, что в основном вы говорите для граждан Соединенных Штатов Америки И не все так любят эту рашку Ну, вы знаете, меня обвинить в любви к России очень сложно, я думаю Очень тяжело К Украине, может быть, я чуть теплее отношусь Из-за того, что это моя любимая футбольная команда Хотя она доводит до слез в последнее время А к американцам я просто хотел перейти дальше Понимаете, что я выскажу свое удивление Потому что я крайне был удивлен, что на этом чемпионате Россия завоевала три золотых медали Потому что в плавании был просто там... Ну, кризис, я бы так это назвал Серьезный кризис, по крайней мере, так как я люблю этот вид спорта Я помню, что Россия в последний раз три золотых медали имела в 2003 году Но тогда там завоевал один спортсмен Там был такой Александр Попов великий пловец И вот он тогда выиграл все медали Ну, что касается... Американцы, конечно же, были вне конкуренции в плавании Здесь даже и речи быть не может Они завоевали больше всех золотых медалей По этому поводу они и выиграли сходу весь медальный зачет Потому что вы помните, в начале у России, когда синхронное плавание Там Россия просто непобедима Она завоевала семь медалей из восьми золотых Потом начались прыжки в воду Там Китай очень силен А потом уже пришло время и американских пловцов Ну, и тут уже в плавании они, конечно, показали себя с самой лучшей стороны Вы посмотрите, тут появился новый лидер Но я бы сказал, продолжатель традиции Майкла Фелпса 20-летний, всего 20 лет Калеб Дрессель победил в трех индивидуальных и четырех командных дисциплинах Кстати, он в командных... Ну, в эстафетах он побеждал и в прошлом году на Олимпиаде Но тогда это было только в командах Теперь он выиграл и свои заплывы в индивидуальном Три заплыва и четыре в командном У нас есть еще один звонок Алло, добрый день Алло, мы вас слушаем Окей, значит, с нами не хотят говорить Значит, Калеб Дрессель побеждал 50 метров вольным стилем 100 метров вольным стилем Причем так, что и побеждал 100 метров в баттерфляе Вот на таких дистанциях он победил Кстати, вот русский победил Антон Чулков победил на 200 метров брасом Это из российских спортсменов И, подождите, еще... И Евгений Рылов победил 200 метров на спине Да, очень сильно, кстати, в брасе Я не знаю, вы смотрели или не смотрели Вот 50 и 100 метров победил Адам Пити из Великобритании Тоже, кстати, очень сильный пловец Ну и, конечно же, Кэти Ледеки Которая в женском плавании была просто непобедимой Она сейчас стала 14-кратной чемпионкой мира Она побила достижения Мелиссы Фрэнклин Кэти Ледеки победила на 400 метров вольным стилем 800 метров вольным стилем 1500 метров вольным стилем Другая американка Лили Кинг победила на 50 и 100 метров брасом Но тут мы уже говорили, что это у них с Ефимовой Еще идет борьба с прошлой Олимпиадой Когда Кинг, ну, ни за что не могла смириться Что Ефимову допустили из-за допинга к Олимпийским играм Так что давайте мы сейчас сделаем у нас перерывную рекламу После чего я продолжу нашу передачу www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации Заменяет газетные издания, модные журналы и телепрограммы Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Спортивные страсти Спортивные страсти Спортивные страсти на народной волне Итак, я продолжу свою передачу Телефон в студии 847-400-5200 И еще немного, несколько слов о плавании Потому что там, почему я в этот раз остановился на сборной России Потому что в прошлом году, когда они провалили Олимпиаду В России разгорелся жутчайший скандал Значит, там известнейший плавец, олимпийский чемпион Владимир Сальников Который является руководителем Федерации плавания России Я хочу сказать, что он не просто олимпийский чемпион Четырехкратный олимпийский чемпион Его уже критиковали со страшной силой Там старшего тренера Авдеенко Который когда-то блистал Когда-то его ученики побеждали, его уволили И вот должность главного тренера сборной России по плаванию Занял человек из науки, Сергей Калмогоров И вот посмотрите, что... Поэтому меня это и удивило Что уже сразу же в первый же год Ему удалось сделать то, что не получало своего предшественника И они победили Значит, что касается... Еще очень интересный момент я бы хотел отметить А именно прыжки в воду Потому что здесь, казалось бы, китайцы имеют подавляющее преимущество И вот на этом чемпионате мира Они позволили своим соперникам выиграть целых пять золотых медалей Причем сразу три золотые медали в олимпийских дисциплинах Так что, да, это тоже удивительно Там даже одна российский дуэт в синхронных прыжках Которые, казалось бы, уже должны были уйти на пенсию Стали чемпионами И там тоже произошла смена тренера И вот тоже успех В этом плане все интересно Значит, давайте посмотрим на турнирную таблицу Сборная США завоевала в общем и во всех видах водных видах 21 золотую медаль, 12 серебряных, 13 бронзовых медалей, 46 медалей Они были просто вне конкуренции Сборная Китая завоевала 12 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых медалей Итог 30 Повторяю, Россия очень сильно выступила Значит, у них 11 медалей, но как золотых Но я уже говорил, что 7 медалей, это синхронное плавание Это российский вид спорта Пока, пока они там не превзойдены Значит, 11 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей, 25 медалей Франция всегда была неплоха в плавании 6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые медали Великобритания завоевала 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали Увы, Израиль не завоевал никаких медалей А Украина завоевала 2 золотые и 7 бронзовых медалей Вот таковы итоги чемпионата мира по плаванию Будем ждать и наблюдать, как будут развиваться события в этом спорте в дальнейшем Ну а в следующем будет чемпионат мира по легкой атлетике Начнется он завтра, 4 августа, с 4 по 13 августа Проходить будет в Лондоне Будет разыгрываться 48 комплектов медалей Ну, вы понимаете, легкая атлетика ее не зря называют королевой спорта Она всегда вызывает огромнейший интерес у болельщиков спорта Но многие вот сейчас считают, что легкая атлетика немного стала отставать В первую очередь, что там нет особо новых видов спорта Ну и вообще куча претензий к этому виду Хотя я не знаю, я по-прежнему с удовольствием наблюдаю чемпионаты мира На Олимпийских играх Борьба в легкой атлетике для меня очень и очень интересна Этот турнир становится 16 по счету чемпионата мира И вот тут очень интересно будет Мне интересно, что будет происходить на чемпионате Потому что, насколько я знаю, на чемпионат мира в Лондоне Получили разрешение 19 российских атлетов Значит, ко всем странам претензий нет Сборная США, конечно, как всегда будет в сильнейшем составе Я не сомневаюсь, что она одержит общекомандную победу Тоже легкая атлетика у нас здесь в стране развита прекрасно А вот с Россией идет тут же проблема с допингом И как вы помните, что Международная Федерация легкой атлетики Вообще дисквалифицировала Российскую Федерацию Отстранила Всероссийскую Федерацию легкой атлетики И вот теперь на чемпионате мира, похоже, они наложили запрет На использование российскими атлетами спортивной формы Цветом национального флага, символов страны Не должны появляться на теле спортсменов Так что очень интересно Не могут использовать российские спортсмены Там даже не смогут использовать гимн страны Так что, ну, тут вот такой имеется интересный момент Ну, действительно, российская легкая атлетика засветилась В употреблении допинга, наверное, как никакая другая легкоатлетическая команда в мире Понимаете, вот когда все считают, когда мне звонят И там начинают говорить, что на Россию наезжают Просто наезжают на любого спортсмена, кого поймают на допинге Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Идет скорее фармацевтическая война, чем спортивная Безусловно, все спортсмены что-то, да, принимают Другое дело, что к этому надо подходить творчески Внимательно следить за теми формулярами, которые выходят Где написано, за что будут наказываться спортсмены А в России к этому относятся, безусловно, как-то очень легкомысленно Поэтому возникают такие проблемы с российскими спортсменами Но, тем не менее, будут они, не будут они выступать под флагом Ну, чемпионат мира есть чемпионат мира 19 российских спортсменов будут выступать Посмотрим, что они покажут на этом чемпионате мира Там, безусловно, есть очень сильные спортсмены Там есть, я знаю, вот такой чемпион мира в беге на 110 метров Сергей Шубенков Он допущен, он, наверное, будет достаточно Ну, претендовать на медаль Посмотрим Все начнется завтра И это будет, безусловно, очень и очень интересно Так что, будем следить Ну, что касается баскетбола у нас в стране, NBA То тут могу только сказать не такую вещь, что, ну, Chicago Bulls Все изменения мы уже о них говорили Chicago Bulls представила форму, в которой они будут выступать в следующем сезоне Так, основных новостей нету С Ирвингом из Кливленда тоже ситуация непонятная По крайней мере, пока он никуда не ушел Пока он является в Кливленде Но вот тут есть очень интересный момент Вот Майкл Джордан тут давал интервью И он, значит, заявил Вот свое отношение Кто лучший баскетболист Тут уж, я думаю, вам будет интересно Он сразу заявил, что Коби Брайант Значительно сильнее Леброн Джеймса Там и по количеству медалей Персней Второе, он заявил, что так как Коби Брайант Является его младшим братом То он считает, что себя тоже лучшим Ну и также он заявил, что не перешел бы никогда Из Оклахома-Сити в Голден Стейт Как это сделал Дюрант прошлым летом Хотя, с другой стороны Он ни в коем случае не осуждает Дюранта За такое решение Вот что сказал Джордан Кевин Дюрант был свободным агентом И мог идти, куда хотел Я полностью поддерживаю то, что свободные агенты Могут идти, куда хотят Сделал бы я так? Вероятно, нет Но это был его выбор И он имеет на него полное право Я не злюсь на него за это И желаю ему всего наилучшего Но я бы поступил по-другому Если вы помните, то, конечно, тогда Переход Дюранта в Warriors в прошлом летом Вызвал массу критики Но вы посмотрите В первый же год Голден Стейт с Дюрантом стал чемпионом NBA И вот на сегодняшний день Вот пока Сегодня мы Даже не представляем Как может Кто может на сегодняшний день соперничать с Голден Стейт Но с другой стороны Вы понимаете Спорт есть спорт И может случиться Абсолютно все Может получить травму Керри Может получить травму Дюрант И вот вылетает два таких ключевых игрока И я, честно говоря, не знаю Как будет выглядеть Голден Стейт А такое, как вы понимаете Все может быть К сожалению Жизнь Спортивная такая штука Что травму можно получить Буквально в любой момент Так что Посмотрим, как будут Развиваться события Пока, опять же, непонятно Что у нас с Кармелой Энтони У нас есть звонок Давайте послушаем Алло, добрый день Яша, добрый день Добрый день Несколько замечаний Оценки Майкла Джордана Этих самых баскетболистов Лебрант, безусловно Великий баскетболист Один из самых лучших в NBA сейчас Если вы сравните С Коби Брайаном Даже Даже по количеству Этих самых дабл-трипл Он намного выше Да-да, мы вас слушаем Я вас слушаю Если Он Насколько чисто он играет И в защите И как Как гард И как Оффенсив Нападающий Он играет на всех позициях Он все позиции может играть Он намного сильнее Коби Брайан Его сравнить близко С Коби Брайаном нельзя Это один из самых Выдающихся баскетболистов Сейчас Находится в NBA И даже с Майклом Джорданом Хотя я люблю Майкла Джордана Я его очень любил И смотрел его игру Он прекрасный игрок Я думаю, что В современных условиях Брайан был бы сильнее Майкла Там просто была другая игра Да Ну безусловно Все игры Мы Вообще сравнивать баскетболистов Разных времен Это Дело Глупое Но тем не менее Понимаете Майкл Джордан был Более великий спортсмен При всем Что бы вы мне ни говорили Майкл Джордан Делал каждого игрока Лучше Ни один игрок Чикаго Булс Не хотел уйти Из команды А это Тянет Одеяло на себя Никто не хочет И Возникает Куча конфликтов Никто не хочет Быть рядом с ним Понимаете Многие игроки С ним Он не делает Их сильнее Он не делает Я согласен Что Играя С Майклом Вся команда Майкл И середнячков Заставлялась Играть Выше их возможности После того Что команда Разбрелась Никто Себя Особенно Нигде Не проявил Не тот же Пипен Ну Кер играл Сан-Антонио Кер всегда был Таким середнячком Он там особо Ничего не показывал Вот Я согласен Что Майкл Заставлял их всех Играть Лучше всех возможностей Это Была Особенно Зердана Лебран Как персона Он может быть Плохой Он может быть Мы его можем Любить Или не любить Как человека Хотя Его никто не знает Как человека Шишевский О нем отзывался Очень хорошо Как игроке Как О спортсмене Он о нем Прекрасно отзывался Когда он его брал В Олимпийскую В сборную мира Это другое дело Но как спортсмен Как баскетболист Он безусловно Выдающийся баскетболист Равных ему сейчас Близко нет в НБИ Сейчас Наверное Всего доброго Спасибо Спасибо за звонок У нас еще один Алло Добрый день Добрый день Я прошу этого болельщика Ну он кое-что правильно говорит Обратите внимание Насколько грубо Он играет По сравнению С Майклом Джорданом Пусть обратит На это внимание Окей Спасибо Ну сейчас Немножко другой баскетбол Более жесткий Более силовой Так что Времена другие Майкл Джордан Играл в более Спокойной обстановке Так у нас сейчас Перерыв на рекламу После чего Мы продолжим Нашу передачу Народное радио В интернете www.radionvc.com Спортивные страсти Спортивные страсти Спортивные страсти На народной волне Итак мы продолжаем Нашу передачу В первую очередь Я хотел бы Напомнить вам Дорогие друзья Что В среду 16 августа Открывают двери Открывает двери Объединенная Футбольная Академия США UEFA Это программа Подготовки Футболистов Спортивную подготовку Будут проводить Опытные Преподаватели И известные В прошлом Футболисты Вы знаете Это Значит Это Дима Коваленко Который играл У нас здесь В МЛС Он был Чемпионом МЛС Он Призывался Лучшим игроком Года МВП МЛС Ну и вы Помните Наверное Что он играл И у нас За Чикаго Фаер И Лос-Анджелес Галакси И там И здесь Он становился Чемпионом МЛС Также Тренировать Детей Будет Игорь Скляров Олимпийский Чемпион 1988 Года По футболу Имеет Лайсенс Эй UEFA Человек Который играл В Москве За московское Динамо Играл Заска Ростов Вообще Он воспитанный Ростовского Футбольного Футбольной Академии Спортинтерната Как вы Помните Тогда В Ростове Была Сильнейшая Группа Подготовки Также Одним из Тренеров Будет Гордон Хилл Это бывший Игрок Манчестер Юнайтеда И Мэтью Элгейт Который Играл Здесь В США Который Специализируется По Подготовки Детей По тренировке Детей Так что Запомните Этот день Среда 16 августа В 6 часов Вечера Набор Будет Проходить На футбольном Поле В Виллинге Это Пересечение Улиц Вулф И Хайланд Там Внутри Вы увидите Футбольные Поля Так что Легко Найдете Повторяю Это будет 16 августа Среда В 6 часов Вечера Ну а Сейчас Вы знаете Продолжая Нашу Спортивную Передачу Я в прошлой В прошлой Передаче Рассказывал О Григории Новаке Известном Еврейском Спортсмене Как вот ни странно Но первым Чемпионом Мира Советского Союза Был еврей Григорий Новак Ну и я буду Продолжать Так Рассказывать Историю О известных Еврейских Спортсменах И Спортивных Деятелях Поэтому Так как мы Живем Чикаго Сегодня я Хочу Два слова Сказать О Джерри Краусе Вы знаете Что В том Что Чикагская Команда Шесть раз Становилась Чемпионом Помимо Майкла Джордана Есть Огромная Доля В этом Успехе Главного Менеджера Этой команды Джерри Краусе Так уж Получилось Что К сожалению Он Всегда Был Как-то В тени Он Был Непростой Человек Он Тяжело Общался С людьми Поэтому Как-то Всегда Его Отодвигали И даже Те люди Кого Он Вытащил А именно Фил Джексон И Майкл Джордан Относились К нему Не Самым Лучшим Образом По этому поводу Он попал В зал Славы Буквально За неделю До того Как ушел Из жизни Так что Он жил здесь Он Родился В Чикаго Он жил В Чикаго Он Был Потрясающий Скаут Он Вы знаете Что До сих пор Считается Что Таких Скаутов Таких Людей Раз Два И Обчелся Вообще Во всем Спорте Во всем Мировом Спорте Поэтому Отдадим Это тоже Огромнейший Талант Уметь Увидеть В человеке То Что Что он Будет Большим Спортсменом Или Сильным Тренером Это Огромнейшая Работа Это Огромнейший Талант Я считаю Вы знаете Что я хочу Тут Все знают Конечно Прекрасно Его Чикагский Период Но он Закончив Колледж Здесь Брэдли Университи Он работал С такой Командой Как Балтимор Буллетс И Вот В один Момент А именно В 67 Году НБА Драфта Он Хотел Пригласить Из Норс Дакоты Фила Джексона К сожалению Буллетс Не воспользовались Его советами Как вы знаете Фил Джексон Попал в Нью-Йорк Где Стал Дважды Насколько я помню Он побеждал В чемпионате НБА Так что Как видите Он видел Еще когда Фил Джексон Был совсем Молодым Ребенком Он сумел В нем Что-то Разглядеть Разглядеть Игрока Потом Это же Надо было Вытащить Из богом Забытой Сибиэй Фила Джексона Пригласить Его В Чикаго Буллс Где Он сначала Был Помощником Коллинса А потом И стал Главным Тренером И вот здесь Очень много Споров Особенно С людьми Которые Команду Прекрасно Помнят И они Считают Что Коллинс Ее делал Что Коллинс Создавал Эту команду Вы понимаете Что есть Вот такой Момент Когда Тренер Уже Ничего Больше Дать Команде Не может Для тех Кто помнит Далекий 73-й год Вот Мне Легче всего Приводить Примеры С футболом Вот был В Киевском Динамо Такой тренер Александр Сивидов Сказать Что он плохой Тренер Нельзя Он Сделал их Один раз Чемпионами Дважды Они были Серебряными Призерами Но Команда Играла Команда Не показывала Высокого Класса Команда Играла В очень Серый Футбол Команда Но Мало Мало Команда Оклина Победная Команда Да Любой Игрок Которого Тогда Привел Крауза Были Необходимы Этой Команде И вот А вы Вспомните Вот этот Обмен Пердюна На Родна Денниса Родмана Казалось бы Что Ну Вообще Деннис Родман Уже Не игрок Вы вспомните Он тогда Сидел В Сан-Антонио Он Не мог Найти Общий язык С тренером Он вообще Плевал Поэтому Крауза Сделал Фила Джексона Тренером Потому что Фил Джексон Умел Работать С игроками Умел Работать Он чувствовал Огромнейший Потенциал Фила Джексона Его Философский Подход К игрокам То Как он Психологически Правильно Подходит К каждому Игроку И у Фила Джексона Вдруг Деннис Родман Раскрылся Я не знаю Где он лучше Играл В Детройте Или у нас В Чикаго Тут большой вопрос Короче В этих Шести Чемпионских Титулах Заслуга Крауза Не меньше Чем Фила Джексона И Майкла Джордана Но К сожалению Вот Так получилось Что Он очень мечтал Попасть В зал Славы И он заслуживал Этого Он Кстати Вы знаете Что Когда вы Читаете Говорите О Краузе У него Были данные По моему На любого Игрока Все было На любого Игрока Который играл Не только В NBA Или В высших Лигах Бейсбола Но и В студенческих Командах Он мог Собрать информацию По любому Игроку И рассказывает Что у него Дома Все это было Так систематизировано Как в лучшей Библиотеке Если Он же Подготовил Очень много Людей Которые Сейчас Тоже Являются И скаутами И генеральными Менеджерами И хотя Он был Тяжел В общении Но он Всегда Был Готов Помочь Человеку Который Был Заинтересован В этой Деятельности И он Видел Что этот Человек Серьезно Подходит К своим Обязанностям Поэтому Но повторяю Он был Конечно Ну Сошел Как здесь Говорят Такой Не Не Самый Не Не Самый Лучший В общении Он вообще Не любил Этих Тусовок Он Старался Их Избегать Он Делал Дело И поэтому У нас Команда Была Многократным Чемпионом Я Не зря В первую Передачу Была О Григории Новаке А вторая О Джерри Крауз Мы живем В Чикаго И я считаю Что это Один из Лучших Спортивных Деятелей Менеджеров Мирового Спорта Большое спасибо За внимание И до встречи На следующей неделе Слушайте Народную волну 24 часа в сутки 7 дней в неделю В интернете Радио Радио Нбс Точка Кам Редактор субтитров Редактор субтитров